Доброе время суток, уважаемые родители! Мы продолжаем наше с вами общение и по многочисленным просьбам мам мы сегодня поговорим о проблемах, даже не о проблемах, а о функциях и о работе одной из систем человеческого организма, которая называется пищеварительный тракт или желудочно-кишечный тракт у ребенка. И прежде чем мы остановим свое внимание на его функциональной деятельности, давайте познакомимся с анатомией. Потому что изучая анатомию желудочно-кишечного тракта, некоторые вопросы уже будут вам понятны. Исходя из этого, вы можете строить, вот, скажем, определять какие-то проблемы или правильно выстраивать пищевой режим у вашего ребенка. Итак, желудочно-кишечный тракт – это система органов в человеческом организме, направленная на три основных функции. Функция первая – это извлечение из пищи питательных веществ. Функция вторая – это всасывание в кровь. И функция третья – это выведение из организма веществ, не нужных нашему организму, вредных и так далее. Итак, значит, чтобы понять, как и где это происходит, давайте мы вспомним анатомию пищеварительного тракта и обратим внимание на некоторые ее особенности. Пищеварительный тракт начинается в ротовой полости, где не только происходит размягчение и размельчение пищи, ну и уже происходит расщепление первой группы питательных веществ, а именно углеводов. Ну, я думаю, что вы помните из общей школьной программы, те, кто учился в школе, что питательные вещества, которые расщепляются в организме, это в основном белки, жиры и углеводы. Так вот, в ротовой полости под воздействием фермента, который называется амилаза, происходит расщепление углеводов до состояния моносахаров, то есть глюкозы и фруктозы, и это всасывается в кровь прямо в ротовой полости очень быстро. Вот поэтому, чтобы быстро ввести какие-то лекарственные вещества в организм человека, мы их наносим на сахар и отправляем под язык. Именно поэтому мы даем ребенку, если хотим, чтобы он получил большое количество энергии быстро, мы даем ему не мясо, не бутерброд, а кусочек сладкого, шоколадку, например, и так далее. Следующий орган пищеварительного тракта – так называемая ротоглотка. И вот с глоткой мы остановимся, потому что мы очень часто употребляем термин «глотка», «воспаление» и так далее, но не имеем представления о том, что это такое. Я проводил эксперимент и до сих пор спрашиваю у своих студентов, которым я преподаю, спрашиваю, что же в их представлении является глотка. И практически никто правильно сразу не отвечает. На самом деле глотка – это действительно трудно представить, что это такое анатомически. Глотка – это дырка. Да, это отверстие, которое в организме человека имеется два, две глотки. Одна из них открывается в пищеварительную систему, это то, о которой мы сегодня говорим. Вторая открывается в дыхательную систему. Между ними с верхнего неба свисает такая маленькая мышца, которая называется язычок. И периодически он перекрывает вход то в одну глотку, в ротоглотку, то в другую глотку, в носоглотку. И почему это происходит? Дело все в том, что мы не можем с вами дышать и жевать одномоментно. На самом деле, вы можете проэкспериментировать, тут же слушая мое выступление, что одномоментно вдохнуть и проглотить невозможно. И вот здесь скроется одна из самых серьезных и неприятных моментов по отношению к детям, о котором мы поговорим чуть позже. Смотрите, на самом деле мы можем только выдохнуть, и когда мы делаем вдох, язычок свободно висит и перекрывает вход в ротоглотку. Поэтому воздух проходит через дыхательные пути, и мы благополучно осуществляем акты дыхания. Когда нам нужно что-то прожевать и проглотить, в момент глотания напрягаются мышцы, небо, в том числе язычок, он поднимается и закрывает просвет в дыхательное горло, в дыхательную глотку, тем самым открывая просвет в пищеварительный тракт. Поэтому очень неприятный момент, и это момент, по большей части, трагический, когда по каким-то причинам пищевой комочек, пищевой кусочек попадает не в ту горло, не в ту глотку, попадает в дыхательные пути. Эта ситуация требует экстренной помощи. О том, как ее оказывать, мы с вами поговорим позже. Я вас научу, как бы это ни звучало страшно, но тем не менее такие ситуации бывают. А пока я хочу вас настоятельно предупредить о том, что ни в коем случае нельзя сочетать еду ребенка с какими-то движениями, с ездой на велосипеде. Иногда даже езда в коляске может привести к трагическим последствиям. Почему? Потому что пищевой комочек попадает не в ту глотку, в случае, когда язычок, вот эта мышца, не успевает закрыть проход в дыхательные пути. Это происходит тогда, когда глотание бывает очень резкое, неожиданное. Ну, например, когда ребенок жует, и его что-то пугает. Или, допустим, он жует в дороге, ездя на велосипеде или даже в коляске. Колесо попадает в яму, ребенок подпрыгивает, комочек проскакивает в глотку, язычок не успевает от скорости глотания перекрыть дыхательное горло, и пищевой комочек попадает туда. Это приводит к трагическим последствиям. Мы об этом поговорим немножечко позже. Поэтому настоятельно вам рекомендую не делать этого. Очень часто видишь на улицах, ребенок едет в коляске и что-то жует. Ну, хорошо, если дороги ровные, гладкие, и все равно камешек, что-то попадет под колесо, ветка и так далее. И это может привести к очень печальным, трагическим последствиям. Поэтому лучше этого не делать. Тем более не отвлекать ребенка во время еды, и не пугать его, и не заниматься, не давать ему есть по ходу дела, по ходу игры или по ходу его беготни. Это обычно плохо кончается. Ну, идем дальше. Следующий из глотки, из ротоглотки, пищевой комочек попадает в орган, который называется пищевод. И вот здесь мы снова задержимся, потому что есть определенные физиологические особенности у пищевода, которые вы не знаете. Хотя мамы и бабушки вам говорили, но вы не слушаете. Почему? Потому что не понимаете, почему это они вам говорили. Сейчас я объясню. О чем идет речь? Речь идет вот о чем. Пищевод – это трубка. Трубка длиной где-то, ну, у взрослого 30 сантиметров, у ребенка немножко меньше, естественно. И трубка, состоящая из, как все, в общем-то, органы человеческого организма, из трех слоев. Самый внутренний слой – это слизистая оболочка, мягкая, нежная, пропитанная сосудами и нервами. Вторая оболочка – это мышечная. Она обвивает пищевод сверху вниз, как пленка или обладка у какого-то длинного предмета, как спираль такая идет. И внешняя оболочка – это серозная, грубая такая серая ткань, защитная оболочка, защищает пищеводу от каких-то внешних факторов, способных его повредить. Так вот, основное передвижение пищи по пищеводу, как, впрочем, по всему желудочно-кишечному тракту, осуществляется за счет работы мышечной оболочки. Эта мышечная оболочка передвигается, осуществляя волну. Сокращение идет сверху вниз. Вот так можно посмотреть, как змея прогладывает свою добычу. Эта добыча движется по змее, передвигаясь медленно сверху вниз. Точно так же пищевой кормочек передвигается по пищеводу. И вот эта волна, по которой движется пища, это осуществляется за счет сокращения мышц, называется перистальтика. Довольно часто вы приходите к доктору с жалобами на себя, у ребенка и так далее. Он говорит, ну, наверное, нарушена перистальтика. Все довольные расходятся, никто не понял, о чем идет речь. Так вот, перистальтика – это движение мышц, сокращение мышц, осуществляемое в определенном порядке, сверху вниз, и идет такая перистальтическая волна. Скорость передвижения пищевого комочка по пищеводу равна 5 сантиметрам в секунду. И вот мы подходим к одной очень интересной особенности пищевода. Она заключается в том, что одномоментно по пищеводу может проходить только одна перистальтическая волна. Что это значит? Это значит, что если мы проглотили пищевой кусочек, пищевой комочек, и он попал в пищевод, он, пока он будет там двигаться, это легко посчитать, 30 сантиметров его длина, 5 сантиметров в секунду скорость пищевого комочка, у нас даже Куаныш легко посчитает, что это время, которое проходит пищевой комочек по пищеводу, равно 6 секундам. Так вот, на протяжении этих 6 секунд второй раз глотать не только бесполезно, но и вредно. Почему? Потому что пищевой комочек второй по пищеводу не пройдет, пока не уйдет первый. То есть, скорость нашего глотания, соответственно, глотания ребенка, не должно быть чаще, чем один раз в 6 секунд. Попробуйте на себе, проэкспериментируйте, это определенное время. Поэтому люди, которые глотают пищу очень быстро, они осуществляют крайне негативную реакцию, запускают крайне негативную реакцию для пищевода. Мышцы слабеют, усиливается застой в пищеводе, гнилостные процессы, не очень часто в таких случаях возникают воспалительные процессы в пищеводе, так называемый эзофагит. Диагноз этот ставится очень редко, хотя на самом деле такая патология возникает часто. Так вот, я обращаю ваше внимание на то, что кормить ребенка нужно медленно, и учить его жевать медленно, не чаще, чем 1 раз в 6 секунд. Иначе вы сформируете у ребенка уже достаточно рано, сформируете у него патологическую, хроническую патологию пищеварительного тракта, начиная с пищевода. Поэтому не торопите малыша и старайтесь давать ему ложку в рот, если вы его кормите, с интервалом, ну, хотя бы секунд 10, чтобы прошло. Потому что у ребенка процессы несколько замедлены такие. Поэтому вы должны этот интервал обязательно выдержать. Дальше пищеварительный тракт состоит из желудка. То есть желудок – это орган, в котором, это полый мышечный орган, в котором перевариваются белки, они расщепляются на аминокислоты. Жиры в желудке не расщепляются, поэтому говорить о том, что жирная пища оказывает вредное влияние на желудок, неправильно. Не там проблема возникает, в другом месте. И желудок хранит определенное количество пищи где-то в течение 4-6 часов. Вот в этом интервале можно говорить о том, что пища находится в желудке. Опять же ситуация, смотрите, если ребенок съел что-то, ну, скажем так, нехорошее или некачественное или просроченный срок, или взял в рот там без вас какую-нибудь, скажем, гадость, нехорошесть, вот, проглотил ее, и проблема, там, скажем, да, тошнота, рвота и так далее, она возникла до 6 часов по времени, есть смысл промыть желудок. Если после, никакого смысла промывать желудок нет. Теперь по клинике. Воспаление слизистой оболочки желудка, поскольку желудок по латыни гастр, называется гастритом. Так вот, основные клинические проявления гастрита, это тошнота и рвота. Не понос. Если возникает понос, то это проблема уже следующего органа желудочно-кишечного тракта, а именно кишечника. Если возникает рвота и тошнота и рвота, то это проблемы в желудке. Поэтому, если есть рвота, то желудок нужно промывать. Если у ребенка только боли в животе и понос, соответственно, промывать желудок бессмысленно. Не мучите ребенка. И, кстати, вот, к сожалению, очень многие доктора, в том числе скорой неотложенной помощи, работают по шаблону. То есть, вот есть там тошнота, рвота, понос, и бросается промывать желудок. Далеко не всегда это нужно. Это зависит от времени. Поэтому учтите такую ситуацию и не создавайте лишние сложности вашему малышу. Значит, про желудок кратенько мы поговорили. О следующих органах желудочно-кишечного тракта мы расскажем вам в следующей нашей беседе. А сегодня я с вами прощаюсь. до свидания и берегите себя.